Микс Ньюз. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулись, то, что там происходит, такое, боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на радиоболком. Ходите на концерты классической музыки? Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Александр. Да, Ильина, добрый день. У нас сегодня в гостях выдающийся виолончелист, органист, известный во всем мире Александр Князев. Александр сначала прославился в амплуа виолончелиста, выиграв множество престижных конкурсов, в том числе конкурс Петра Ильича Чайковского в Москве и почти сразу стал обучаться игре на органе и затем вот сейчас в наше время сочетает в своем творчестве амплуа виолончелиста, органиста, а с недавнего времени еще и пианиста. Александр, вот сейчас вынужденная пауза. Какому инструменту больше отдаете предпочтение? Я сейчас много очень занимаюсь на рояле и на органе. На виолончели, честно говоря, вообще не занимаюсь, но я как раз эту паузу хочу использовать, чтобы выучить что-то на этих инструментах. На рояле много учу концерты Моссарта, на органе продолжаю изучать Иоганна Себастьяна Баха, вы знаете, у меня мечта сыграть все его произведения. Так что, в общем, в принципе, занимаюсь очень много и слава богу, что есть этот момент, конечно, ну, в принципе, не слава богу, что есть этот момент, слава богу, что есть возможность этот момент провести все-таки в музыке, потому что, конечно, вот так без музыки сидеть это вообще было бы ужас. У вас дома, получается, три инструмента. Ну да. Виолончель, Карло Бергонцы, правильно я сказала? Да. Орган, электронный, и еще, получается, рояль. Да, вы хорошо все знаете, даже про Карло Бергонцы знаете. Я подготовилась немножко. Да, и вот, это на самом деле очень интересно. Расскажите нашим слушателям, как вы пришли к такому разнообразию. На самом деле, конечно, получается, вы сейчас пример, можно сказать, барочного исполнителя, когда во времена Иоганна Себастьяна Баха владели всеми инструментами, которые были. играли на скрипке, на виоль де гамбо, или виолончели, играли на органе, клавесине. То есть были такие мультиинструменталисты. А сейчас, конечно, времена изменились. И, в принципе, играют только на каком-то одном инструменте. Или родственных все-таки. У вас совершенно три разных инструмента самодостаточных, которые требуют огромного вклада личного в каждый инструмент. Как вам удается? Не, ну удается, вообще, конечно, с трудом, потому что было очень мало времени всегда. Гастрольный график галончельных концертов у меня очень интенсивный. Поэтому я, в общем, всю жизнь как-то лавировал, вот чтобы найти время. И поэтому это все не так просто на самом деле. Но действительно у меня была какая-то безумная мечта и любовь начать играть на органе. Я не знаю, просто к этому инструменту меня влекло вообще, наверное, с детства. А потом получилось так, что я часто ездил в Пицунду, где в 70-х годах был фестиваль, еще в Советском Союзе, органный фестиваль. Я приходил на эти концерты, я слушал органистов, мне это все безумно нравилось. Ну и самое главное, конечно, любовь к музыке Баха. Потому что для галончели он написал гениальную программу, совершенно потрясающую, шесть сиит, которые можно изучать всю жизнь. Вот что я, в общем-то, и делаю. Я их уже даже дважды записал, очень много раз играл, но этот процесс, вы, наверное, понимаете, что я имею в виду, это процесс безлимита. И поэтому можно это всю жизнь, их играть и стараться найти что-то еще. Вот я надеюсь, что, дай бог, если все будет все-таки хорошо, в следующем году я их должен третий раз записать уже. Вот. Но, тем не менее, моя мысль в чем? Это все-таки одна программа. Вот одна программа. Я даже играю теперь их в один вечер, хотя, в принципе, это очень большой концерт. Но мне нравится, когда они звучат подряд, этот цикл. Но это одна программа. А Бах написал море музыки, море органной музыки. И вот мне так захотелось, я помню, что где-то в 87-м году приехал в очередной раз в Пицунду с виолончелию, как обычно, я набрался наглости. Просто и попросил, а нельзя ли мне просто позаниматься на органе? Ну, они говорят, ну, пожалуйста, занимайтесь сколько хотите. Вот. И я помню, что я пришел в 6 утра. Это я очень хорошо помню. Потому что это как бы вот мой первый такой был публичный выход. Это было 2 сентября 1987 года. Ой, страшно давно. Вот. И я в 6 утра пришел в храм, начал там заниматься и, в общем, прозанимался до 6 вечера. И понял, что я что-то, может быть, бы, ну, конечно, наглость была страшная, но и как бы желание все-таки было большое. Больше желания было. Мне так захотелось, я говорю, а может быть, я сыграю там. Первое, что я сыграл, это была, как ни странно, при Людей Куга до Минорбаха. Вот. Они мне, ну, так как-то так легко все это происходило. Они говорят, ну, пожалуйста. Это органное сочинение или из ХТК? Нет, нет, нет. Органное. Вот это, знаете, большая органная. Большая. 546. Совершенно верно, да. И я, вот, конечно, я ее сыграл плохо, естественно. Вот. Я там, я ошибался, но я ее сыграл. Вот я сейчас, честно говоря, даже не представляю, как это вообще. Я занимался, ну, в один день. Часов, правда, 10 я не вставал из органа, но мне удалось как-то соединить руки с ногами, вот, это был уже первый раз. Вот. И обалдев от такой наглости, я и на следующий день ее сыграл, уже, кстати, чуть-чуть лучше. Вот. Это меня подвигло на какой-то бешеный энтузиазм. Я стал заниматься на органе, очень-очень активно поступил в консерваторию в Нижний Новгород, там была совершенно потрясающая. Вот я не знаю, Елена, вы знали Галину Ивановну Козлова? Я ее не знала лично, но просто наслышана. Это был потрясающий совершенно человек, какой-то невероятной доброты, интеллигентности, ума. Она меня взяла, я приехал, вот она, кстати, была единственная, кто ни разу не спросил, зачем мне вообще это нужно, потому что я помню, что когда я писал заявление ректору Нижегородской консерватории, что вот я хочу у вас заниматься на органе, он вообще, по-моему, минут 20 спрашивал, зачем мне это надо, я говорю, вы же велончелист, я говорю, ну мне трудно это объяснить, вот мне хочется еще. Вот, она меня без всяких разговоров взяла, конечно, но заочно, я приезжал несколько лет, превосходно она со мной занималась, дала мне очень многое, очень многое, к сожалению, она очень рано ушла, вот буквально через несколько лет после этого, в 97-м году она просто сгорела за несколько месяцев, вот, ну вот, она мне дала тоже невероятный импульс, ну, а потом самый, наверное, самый большой импульс вообще во всей этой истории с Органовым, это было, когда я приехал в Париж, в 91-м году, попал сразу в Сан-Тестаж на концерт Жанна Гию, я был совершенно просто потрясен, шокирован его игрой, его личностью, и мы невероятно подружились, буквально с первой встречи, потом у меня был какой-то концерт в Париже, на который он пришел, ему понравилось, как я играл, он написал для меня произведение, то есть для нас, это была такая большая концертная фантазия для Веланчелли с Органом, вот, это было первое исполнение в Сан-Тестаж, и, в общем, потом мы дружили вот всю жизнь, до его кончины, до его года, прошлого года. Да, и, в принципе, вы играете как раз Гольдберг-вариации в его транскрипции для Органа, такая большая дружба. Когда первый раз он мне подарил этот диск, я послушал, я был в таком невероятном, конечно, восторге, во-первых, от того, что сама эта идея великолепная, на Органе это превосходно звучит, превосходно, и, конечно, его интерпретация, как всегда, я вообще поклонник этого Органиста, просто я считаю, что все, что он делал, это было настолько ярко, настолько талантливо, грандиозно, мне это безумно понравилось, но, конечно, тогда я даже подумать не мог, что когда-нибудь это, может быть, сам сыграю, но вот прошло время, и вроде как получилось, да, он слушал мою запись, она ему, в общем, он ее как бы одобрил, это для меня было очень важно. Александр, а расскажите нашим слушателям, как вы пришли в музыку, во сколько лет начали заниматься, ну, в данном случае еще на виолончели? Вы знаете, это все очень рано началось, очень рано, где-то у меня было лет пять-шесть, меня родители отвели в Гнесинскую музыкальную, специальную музыкальную школу, папа, вернее, папа был невероятный любитель музыки, хотя он сам не был музыкантом, вообще совершенно, он был инженером, но у нас дома звучал только Бах, Моцарт и Бетховен, вот, нет, еще Шуберт, дальше папа не шел, Брамса уже он не очень понимал, но вот Бах, Моцарт, Бетховен, это были его любимые композиторы, и поэтому я где-то с двух лет, потом мне осталось, где-то в три года я уже слушал пятый Барненбургский концерт Бах, нет, ну, собственно, я это сам помню, да, вот, особенно мне нравилась вторая часть, в семиноре, я просил ее ставить там по 50 раз в день, вот, да, ну, в общем, вот как-то так все это началось, вот, как-то довольно естественно, я уже... это я не помню, это я, честно говоря, история умалчивает, почему была виолончель, почему не рояль, не знаю, не помню, не знаю, какая-то была странная история с роялем, потому что я показывался на рояле пять лет, вот сейчас вдумайтесь, Елена, какая была история, в Мерзняковском училище мама меня привела к какой-то, к какому-то педагогу, была женщина пожилая, я, конечно, не помню даже сейчас, как ее фамилия была, вот, а я подобрал сам «Лунную сонату» первую часть, причем сделал еще транспонирование в ре минор, ну, понятно, что до детства миноре мне, конечно, было трудно это сыграть, вот, конечно, я там играл много от себятины, ну, в общем, мне кажется, для пяти лет это неплохой был результат, в общем, и простительно было, конечно, у меня пальцы там не стояли как надо, но, в общем, все-таки я и сыграл, я это помню, так, такую небольшую, такой, небольшой, такой, арренджмент первой части «Лунной сонаты», вот, она сказала, что это все очень непрофессионально и, в общем, отказала с мамой, вот, мама была в абсолютном шоке, что, значит, ребенку в лет сказали, что он непрофессионал, вот, поэтому, значит, вот с роялем не сложилось тогда, но вот теперь уже, не знаю, к счастью, не к счастью, вот, но зато на волончели вроде бы как-то лучше нет, более-менее. Ну, а сразу возникла любовь к этому инструменту или родителям приходилось заставлять заниматься на волончели? Нет, вы знаете, нет, конечно, заставлять никто не заставлял, вот, но я очень хорошо помню момент, когда мне действительно вот самому безумно захотелось заниматься, я как бы вот стал заниматься очень много на волончели, мне было 12 лет, это был пятый класс, это я, вот я хорошо помню эту историю, почему, потому что мой педагог, он вообще, у него был такой принцип, он иногда давал такие сверхзадачи, сверхзадачи, вот, и в пятом классе он мне дал произведение безумной сложности вообще, я вообще, честно говоря, вот сейчас понимаю, что это какая-то вообще авантюра была с его стороны, это называется, есть такие вариации Паганини для скрипки, естественно, на одной струне, вариации на тему Моисея, безумно виртуозное произведение, и есть транскрипция для волончели, тоже на одной струне, в общем, безумно сложно, и он мне сказал, чтобы я это разобрал, я начал разбирать, конечно, ничего не получалось сначала, и меня это страшно завело, вот тот момент, что у меня не получалось, очевидно, у меня какой-то спортивный азарт мной овладел, я стал заниматься по 8, по 9, по 10 часов в день, я занимался утром перед школой, я занимался в школе на всех переменках, я вечером приходил домой, шел на кухню, еще там занимался, в общем, родители, в принципе, уже были обеспокоены, не пойдет это все в какую-то уже плохую сторону, фанатизм, да, но вот это меня так завело, вот, и вот с тех пор как-то и пошло, вот, я, кстати, их сыграл тогда, эти вариации, один раз неудачно и страшно переживал, а вот потом уже второй раз сыграл удачно, и меня это так окрылило, в общем, вот, а потом он, он мой педагог, потрясающий был педагог, Александр Кириллович, федорченко, но он продолжал свою линию на такую невероятную акселерацию и на авантюры, потому что уже, я помню, в седьмом классе я играл вариации на тему Рохова Кучайковского, это тоже очень сложно, в восьмом классе был уже первый концерт Шостаковича, в общем, все шло какая-то отфераса, безумная. чтобы вас вызвать именно этот азарт, этот интерес, и чтобы именно нашел вашу жилку, как на вас воздействовать фактически. Ну, может быть, да, мне было, как вам сказать, не буду лукаять, мне хотелось, так сказать, ходить в лидерах, играть самое трудное, вот, в общем, да, это был такой момент, и, в общем, все это к чему привело, в девятом классе уже был конкурс, всесоюзный конкурс, вот, мы тогда в Вильнюсе это происходило, мы с Сашей Рудиным разделили первую премию, мы два ученика были, мне было 16 лет, ему 17, и мы там у них у всех все выиграли, вот, а потом на следующий год был уже конкурс Чайковского, мы тоже разделили премию, третью, в общем, уничтожилась концертная жизнь, все очень рано началось, все очень рано. Это все еще до поступления в консерваторию, правильно? Да, да, еще даже, это был 10 класс, был еще 11 класс, вот это был класс, когда я не учился, по-моему, ни одной секунды в школе, потому что, ну, представляете, все время ездили, я был уже лауреат конкурс Чайковского, что там на уроки ходить, вот, мы приходили в школу, мы, в общем, там, конечно, вели себя. Звезды, звезды. Да, да, суперзвезды, вот, я приходил в класс, говорил, ребята, учитесь, набирайте знания, я пойду погуляю, в общем, ну, как-то это было приятно. Понятно. Вернемся сейчас к вашей, после небольшой рекламной паузы, к вашей консерваторской жизни, у нас в студии Александр Князев, не отключайтесь, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем культурную среду, и у нас в гостях выдающийся виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Ну, и остановились мы на том, на консерваторском периоде, как вы поступали в Московскую консерваторию, не было ли желания уехать сразу в Европу, учитывая, что у вас уже за плечами, победы в престижных конкурсах, и фактически концертная жизнь была начата. Елена, дело в том, что это был еще Советский Союз, тогда в некоторых поездках в Европу, поездки в Европу, тогда это было бы очень проблематично, я думаю, что, нет, это даже не рассматривалось, это был 79-й год, это был такой, знаете, Советский Союз самого застойнейшего периода. Нет, я, собственно, и не было тогда у меня таких мыслей, я спокойно поступил в консерваторию, другое дело, что у меня просто тогда жизнь так повернулась, я сильно заболел, и всю консерваторию я, в общем, проболел, практически всю, я получился на первом курсе, и потом еще только на пятом, вот три года, плюс еще два академических отпуска, я очень сильно заболел, у меня было тяжелое заболевание, я не мог играть совершенно, вот, и, в общем, это вот была борьба за существование в музыке, ну и вообще, как бы, вот, ну слава богу, вот, мне тоже как бы, сначала я подумал, что мне очень не повезло, что я вот так заболел, мне было 19 лет, какая-то болезнь странная, очень редкая, тяжелая, с неба вообще свалилась, а потом я встретил, во-первых, потрясающих врачей, которые меня полностью вылечили, и, как ни странно, да я вам скажу больше, после этого я переделал весь свой аппарат, вот, технологический, и, в общем, заиграл на волончиле гораздо лучше, чем до этого, у меня не было такой техники все-таки, вот как до болезни, вот благодаря болезни, я совершенно серьезно сейчас говорю, я потом это проанализировал, хотя первые годы после болезни были тяжелые, я тоже не сразу, конечно, вернулся, я несколько лет, так сказать, возвращался в музыку, но в 87-м году уже выиграл какой-то конкурс в Италии, небольшой камерный, а в 90-м году был снова конкурс в Чайковской, потому что я, конечно, за эти годы я порастерял свою карьеру, и мне пришлось ее заново воссоздавать, да, у меня снова как бы вошел в число победителей, хотя вот второй раз это было трудно играть, вот одно дело в 17 лет, так по молодости, второй раз было очень трудно играть, особенно когда вы играли второй раз, вот, поэтому консерватория, к сожалению, так немножко боком прошла, вот, к сожалению, так получилось, потому что я бы, конечно, хотел там больше могут поиграть каких-то камерных ансамблей, квартет, я помню, я ужасно увлекся квартетом струнным, я даже на первом курсе квартета как бы не было, он только с третьего курса начинался, но я сам вот захотел, мы на первом курсе играли квартеты Моцарта, я очень хорошо помню, первый гадинский квартет сульмажорный, это все было очень интересно, но, к сожалению, вот все потом так пролетело, вот, ну, а потом уже все, началась концертная деятельность очень интенсивная, после 90-го года уже очень интенсивная, вот, и, собственно, вот сколько уже, вот 30 лет она так и идет. Наверное, этой паузы, которая сейчас возникла в связи с карантином, никогда в жизни не было, чтобы вы могли вот так фактически целый месяц посвятить себе, семье? У меня нет, к сожалению, к сожалению, было, вы знаете, к сожалению, было, у меня в жизни были всякие такие приключения медицинские, вот, один раз тоже была страшная история, я попал в очень тяжелую аварию, автомобильную, в 94-м году в Южной Африке, я там конкурс тоже очередной выиграл, вот, и потом мы с моей женой, Екатериной Воскресенской, поехали на гастрольный тур, 11 концертов по Южной Африке, и вот, не доиграв один последний концерт, попали в ужасную катастрофу, вот, моя жена Катя погибла, у меня на глазах, вот, я получил тоже довольно сильные травмы, но даже дело не в травмах физиологических, там, кстати, тоже медицина потрясающая была, они меня быстро восстановили, но психологически я был в таком плохом состоянии, что я где-то год не играл, вообще, просто не хотел играть, и все, абсолютно ничего не хотел, вот, но потом как-то, как-то снова вышел из этого всего, вот, и жизнь снова завертелась. Да, трагично очень. Да, это была действительно трагедия ужасная, ужасная, что-то, вот, 26 лет прошло, как раз весной, весной, 1994 года все случилось, так что паузы были, к сожалению, паузы были, вот, но потом все равно меня музыка, конечно, захватила, снова, с новой силой, как раз в 95-м году пришло приглашение из Японии записать свиты Баха, вот это вообще тоже удивительно, как будто судьба мне это послала, потому что мне настолько не хотелось заниматься музыкой, я отменил все концерты, все концерты, абсолютно, в течение года я не сыграл ни одного концерта, все отменил, и, в общем, честно говоря, у меня не было вот какого-то все время импульса вот начать заниматься, никак я не мог это сделать, и вот все-таки когда пришло приглашение записать свиты Баха, вот это меня, вот это меня вернуло к жизни, мне захотелось это, ужасно, захотелось, потому что эта программа для любого велучилиста это огромное испытание, потому что одно дело просто сыграть свиты, даже это очень сложно, это очень сложная программа, очень даже технически. А у вас уже были выучены какие-то свиты, или вы, ну, хотя бы половина свиты, или вы все учили именно к записи? Конечно, играл, конечно, играл, я даже помню, я могу вам точно сказать, что я играл, я играл первые две, но мы, как бы в школе обычно проходим там первые две, три, вот первые две, ну и плюс на конкурсе всегда были трудные свиты, обязательно шестая, самая сложная, пятая, это вот я играл, поэтому я, наверное, доучил только две, правильно, я две доучил, я их никогда не играл, третий и четвертый, остальные я, конечно, знал, но, вы сами понимаете, чтобы подготовиться к записи, это должен быть совершенно другой уровень подготовки, это не концерт, вот, но я как раз, во-первых, я понял, что нужно сыграть несколько раз в концертах, потому что я считаю, что чтобы записывать, надо это обыграть, поэтому в 95-м году у меня было несколько циклов, шесть Светбаха в Москве, Петербурге, в Нижнем Новгороде, это были мои первые концерты после аварии, я это очень хорошо помню, они меня как бы возвращали к жизни, потому что, во-первых, это тоже было такое испытание, во-вторых, цель была, запись, и в-третьих, самое главное, музыка гениальнейшая, вот музыка Светбаха, музыка Баха, она, знаете, в тот момент я понял, что она обладает какой-то сверхъестественной силой, потому что именно вот эта музыка, она вернула меня к жизни, я совершенно серьезно это говорю, вот я помню, как я начал заниматься, вот так по Светке в день, так потихонечку я стал приходить в себя, потому что эта музыка, она настолько надвременная, какая-то сверхфилософская, она может как-то примирить с чем-то, ну вы сами прекрасно знаете, я знаю, что вы много играете Баха, любите Баха, я это очень приветствую, вот знаю, что вы тоже хотите всего Баха сыграть, браво, это великолепная цель, и в общем я считаю, Елена, вот на нашем с вами любимом инструменте орган, конечно написано очень много музыки, великолепной музыки, но все-таки лучше Баха ничего нет, это вот безусловно. Это сто процентов. Да, здорово, что вы тоже, давайте вот поставим две цели, я тоже доучу, и вы доучите, вот, может что-то будем комбинировать, что-нибудь можно вместе сыграть, вот, буду очень рада. Я с большой радостью. Лучше, лучше этого ничего нет, поверьте, ничего. Ну вот, знаете, я хотела у вас спросить и такой сугубо профессиональный вопрос. Вы играете шесть сюит Баха и играете шесть сонат Баха, которые как бы тоже есть, ну как бы сведения, что возможно трио сонаты Баха были созданы в дидактических целях, и также в дидактических целях были созданы и сюиты, и они также расположены от самой легкой сонаты к самой сложной. И вот вы сейчас играете шесть сюит Баха и шесть сонат Баха для органа. Можете провести такую параллель? Потому что, конечно, это шедевры и виолончельной, и органной музыки, но тем не менее, они всегда проходят в репертуаре колледжей, консерватории, как обучающий материал. Ну, параллелей, конечно, много. Вы совершенно правы, ведь Бах как бы их написал даже сюиты, виолончели, они даже назывались не сюиты, они как бы даже назывались этюды для виолончели, и до начала 20 века, до великого Павла Казальца, который начал это исполнять, это считалась такая учебная литература, типа вот действительно таких-то этюдов, это никто всерьез не воспринимал, никто не играл, и даже, в общем, такие великие композиторы, гениальные, как Шуман и Мендельсон, сделали вообще такой немножко акт вандализма, они написали аккомпанемент к этим сюитам, ну, не знаю, я думаю, сейчас уже никто даже в голову не придет это исполнять, но это было. В начале 20 века, благодаря Казальцу, эти сюиты зазвучали на концертной эстраде, и вдруг, наконец, все поняли, что это, оказывается, гениальнейшая музыка. Так и с тревосонатами то же самое. Конечно, это же гениальнейшая музыка, в первую очередь. То, что Бах их написал для своих сыновей, там, для развития педальной техники и координации, это просто была такая, ну, как им сказать, это повод, скорее, да, такая техническая цель, а содержание его музыки всегда на самом высочайшем уровне. Я обожаю эти сонаты. Вот, дело в том, что у меня с ними связан большой, как бы, такой участок жизни, потому что, когда я начал играть на органе, несколько очень авторитетных, умных органистов мне сказали, вот хочешь, я спросил, как мне вот быстро как-то научиться, потому что, честно говоря, времени-то так особенно не было учиться. Уже по 10 часов, как в Питсунде вы играли, уже не было по 10 часов в день. Да. И вот мне советовали, говорят, а вот играть трио сонаты. Я начал играть трио сонаты, конечно, это было ужасно сложно, но на самом деле это был действительно кратчайший путь к овладению, во-первых, ну, координацией просто. Вот. Ну, единственное, что я скажу, что в виолончейных сюитах, да, прослушивается, наверное, вот такое развитие от самой простой к самой сложной. Особенно таких каких-то легких трио сонат я бы даже не сказал. Например, я начал, по-моему, со второй, с доминорной, она ужасно сложная. Доминорная, да. Да. Ну, в общем, дело даже не в этом. Это великая музыка, абсолютно медленные части, трио сонаты, это же такие шедевры, вообще, самый лучший философский бах, какой только может быть. Ну, и вообще, этот инструмент, именно в творчестве баха, я считаю, что это, во-первых, лучший инструмент для выражения полифония. Просто, ну, сам по себе, по конструкции, то, что у нас есть несколько мануалов, есть педаль. То есть, можно все действительно разложить, как говорится, по уровню. Вот, в игре на струнных инструментах, на галанчере, там, на скрипке, когда мы играем баха, мы связываемся с огромной трудностью. Это инструменты не полифонические, а музыка все равно полифоническая. То есть, когда мы играем фуги, на галанчере или на скрипке, это то, что называется скрытая полифония. И вот, научиться ее показывать, научиться ее слышать, это нелегко, безусловно. Но, конечно, я думаю, что мне вообще помогло. Да не то, что помогло, но я чувствовал какую-то невероятную гармонию, то, что вот я играю на органе баха, и потом, у меня это как-то на галанчере шло, не богу, мне что-то лучше шло сразу после этого. Во всяком случае, все отмечали, что как-то вот сюиты баха у меня звучали совершенно иначе, после того, как я стал играть на органе. Так что вообще, его музыка, у меня такое ощущение, будь это светская музыка, будь это духовная музыка, будь это вот сюиты, которые как бы написаны, якобы, для таких утилитарных целей, как для развития техники, это музыка одного уровня. У баха совершенно нет слабых произведений, это все музыка высшего качества, высшего класса, и она совершенно перфектная. Вот, мне кажется, два композитора, это бах и мотор, у которых невозможно ни прибавить, ни убавить ни одной ноты. Все настолько совершенно, и как они записали такое количество музыки, мне кажется, им просто кто-то диктовал это, а они очень здорово все это записывали. Вот, но это шутка, конечно. Музыка потрясающая, и вот сколько я сейчас не узнаю какие-то новые произведения баха, органы, я же все-таки не все изучал. Абсолютно нет слабой музыки. Невероятно просто. Просто невероятно. Как я уже говорила, что вы нашим слушателям, что вы играете на потрясающем, потрясающем виолончели работы Карла Бергонцы. Этот вопрос, конечно, вам задавали уже, но я думаю, что могу я вам задать. Какой ваш любимый орган? Потому что вы уже на многих играли органах. Ну, давайте так, я, наверное, назову три все-таки. Потому что, может быть, я скажу один, и это, наверное, будет правильно, но все-таки есть еще два органа, которым просто я испытываю невероятный тоже пиетет. Но самый мой любимый орган находится как раз, мне кажется, в городе, откуда вы сейчас ведете эту передачу. Это, конечно, орган Домского собора в Риге. Мне кажется, лучше этого органа нет. Мне кажется, по краскам, по тембрам, по красоте вообще ничего просто близко не может быть. Мне кажется, вот так. Вы даже записали диск на этом органе. на органе Домского собора. Вы неоднократно выступали здесь, в Риге. Я думаю, кто-то из наших слушателей слышали ваше выступление. Расскажите, какой вы диск записали именно на органе Домского собора? Или даже, кажется, у вас два диска? Два диска, да. Да. Вообще, надо сказать, что первое, конечно, мое прикосновение к этому органу, это просто был такой шок, я бы сказал, артистический, музыкальный. Да. И вот, слава богу, значит, получилось так, что мне несколько раз пригласили собирать концерты, а потом мне пришло в голову записать 18 скрепчских хоралов на этом органе. Дальше, конечно, было очень интересно, я когда начал общаться с некоторыми органистами, ну, например, немецкие органисты, конечно, мне сказали, что это вообще бессмысленно, записывать Баха вообще в Риге. Зачем? У них не вопрос, ворум, из-за чего? Я говорю, ну как же, это же потрясающий орган. Они говорят, да, но это совершенно не для Баха, но у меня была своя точка зрения на этот счет. Но когда я спросил Жанну Гию, который был все-таки для меня главный авторитет вообще в органе, в органной музыке, он сказал абсолютно безапевляционно, конечно, Бах, это лучшая музыка, поэтому она должна быть записана на лучшем органе. он тоже считал, что его любимый орган был в Риге, вы знаете, мне было очень приятно, потому что мы совпали с ним, хотя у него был его потрясающий шин-орган в Санте-Сташ, в Париже, и тем не менее, вообще он объездил весь мир, практически, я думаю, и играл на таком количестве органов, но Рига был его один из самых любимых органов. И мы это много раз обсуждали, и я записал в Риге, я просто счастлив, что именно там я записал 18 хоралов, и вы знаете, как ни странно, потом я давал запись вот тем самым немцам, которые меня отговаривали, они так слушали, ну, конечно, брали его так, очень скептически, ой, Домский собор, бах, они говорили, слушай, а ты знаешь, ничего, да, ничего, вообще звучит так, все очень прослушивается хорошо, так даже так по-борочному звучит, ну, конечно, это был не комплимент, по-борочному звучит, но, ведь в чем смысл, в чем смысл критики исполнения Баха на романтическом органе, ну, критика, я понимаю, какая может быть, если будет плохо прослушиваться полифония, но если вы грамотно и хорошо сделаете регистровку, а на органе Домского собора 126 регистров, можно такую регистровку сделать, если все прослушивается, и все гениально, красиво звучит, а звучит действительно потрясающе, собственно говоря, почему и нет, вот, и вот, кстати, один немецкий организм, которого я очень люблю и очень уважаю, ну, он нормальный взгляд, Ханс-Йорк Альбрехт, это руководитель Мюнхенского баховского хора и оркестра, вот, я ему подарил этот диск и попросил просто, ну, дать какие-то комментарии, может быть, но только попросил абсолютно объективно, без всяких, как говорится, комплиментов, вот, он прослушал его очень быстро, через неделю прислал, мне сказал, Саша, говорит, я могу написать только одно, я бы не хотел изменить здесь ни одной ноты, вот так ему понравилось, для меня это большой, большой очень, как бы, это замечательный организм, высочайшего класса, и он немец, да, а как немцы относятся очень ревностно к исполнению баха на романтических инструментах, мы знаем, поэтому, мне кажется, это доказывает, что баха надо играть на лучших инструментах, надо просто грамотно делать регистровку, ну, и брать, может быть, какие-то правильные темпы, какие-то коррективы надо вносить, безусловно, это не одно и то же, играть это, так сказать, на каком-то маленьком барочном органе в церкви или на огромном органе в Риге, но, конечно, это возможно. Александр, я вас увела в другую сторону, задав вопросы про сюиты, про сонаты, и вот мы вышли к органу Домского собора, а вот как раз вы говорили, что у вас три любимых органа, первый орган это орган Домского собора, наш любимый орган в Риге, какие еще два органа? Ну, я все-таки должен упомянуть Санта-Сташ, почему? Потому что на этом органе, во-первых, я впервые услышал Жанну Гию, и у меня вот тогда просто произошел какой-то тоже шок от всего этого, это феерический орган, во-первых, он огромный, пять мануалов, и очень интересный, очень разнообразный, это дизайн самого Жанна Гию, то есть этот орган сделан как бы под его манеру игры, под его манеру регистровок, как вы знаете, его регистровки настолько интересные, настолько богатые, вот, ну и, как говорится, по дружбе Жанн Гию мне много раз давал возможность там поиграть, и, конечно, это всегда было огромное событие, невероятно, я всегда волновался, ну, вы сами представляете, играть на органе, когда Жанн Гию просто рядышком стоит, а он всегда просто стоял рядом, да, вот, ну, надо сказать, что он, он меня безумно любил, как велучилиста, просто, да, вот, как органик, он вообще человек был очень объективный, я, конечно, на протяжении времени всегда у него пытался что-то спросить, вот, но он ничего мне никогда, конкретных стих никогда не говорил, он говорил, что, нет, ну, какой-то прогресс у вас есть, вы играете уже посвободнее, но из его уст, это было уже очень много, из его уст это было очень много, вот, ну, а вот то, что он похвалил запись Гольдберг-вариации, это я уже, как бы, понял, это уже успех, это уже был успех, вот, поэтому я, конечно, у меня просто очень много связано с этим органом, много связано с Санто Стаж, потому что он мне предложил там поиграть еще в самом начале, когда я, честно говоря, еще даже, так сказать, ну, играл, конечно, но это было действительно еще только самое начало, это был с его стороны такой очень поступок, очень такой дженерос, да, щедрый, вот, и это меня тоже очень сильно двигало вперед, а играть-то было там не так легко, я очень хорошо помню, что когда первый раз я сел за орган, да, он меня спросил, где вы хотите играть, вверху или внизу, а я, честно говоря, понятия не имел, там, какая такая уж разница, я как-то не вдавался еще в такие подробности, я довольно нагло его спрашиваю, а вы где играете, он говорит, я, я всегда внизу играю, я говорю, ну, я тоже буду внизу, он говорит, хорошо, а потом, когда я сел, я понял, что это безумно сложно играть внизу, потому что звук опаздывает, опаздывает все, причем опаздывает в разной степени, педаль опаздывает не так, как мануалы, да и мануалы между собой, а я еще поставил как раз третью реминорную трио-сонату, фантастика, это ужас был, это был ужас, в общем, я, значит, в результате я половину концерта сыграл внизу, как сейчас помню, мейбимой мажорную фугу, прелюдии фугу, я сыграл все-таки внизу, а трио-сонату там и что-то еще, я пошел наверх, вот, и когда я ему это сказал, он говорит, нормально, я, говорит, так и думал, а, он сказал, да, нормально, я так и думал, что трио-сонату вы захотите сыграть наверху, Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время, скажите, какой третий орган у вас, любимый? Третий орган, ну, вы знаете, вот орган, на котором я Гольдберг в риасе записал, он в Страсбурге, это тоже знаменитый орган, это орган Зильбермана, и поскольку там Хельмут Вальхе записал всего Баха, и, в общем, там, эта запись, конечно, такая была очень для меня тоже эпохальная, этот орган мне очень понравился, это порочный орган, порочный орган, но он настолько красив, настолько гармоничен, в общем, он мне тоже остался как бы в памяти. И, ну, скажите наш, слушайте, все-таки пару слов о своем уже третьем амплуа, что вы ставили последние годы, также играете на рояле, выступаете в филармонии в Москве, играете концерты своего любимого Моцарта вместе с оркестром. Как вы пришли к роялю? Нет, это пришло тоже, потому что Моцарт вообще 19-й ничего не написал, Бах написал 6-й, а Моцарт не написал ни одной ноты сольной. для органа он тоже почти ничего не написал, только для механических часов, и поэтому вы, так как это ваш любимый композитор, решили освоить еще и рояль. Ну, если честно, да, на самом деле главная цель именно в этом. Вот, некоторые считают, что я решил как бы, так сказать, привлечь к себе внимание еще дополнительно. Нет, абсолютно нет. Просто захотелось ужасно играть. Моцарты, концерты, я их очень люблю, я их, в принципе, хорошо знаю. Вот, ну, первый, когда раз я это сделал, это было уже несколько лет назад в Москве, в Хармонии, да, я просто решил попробовать. Я решил попробовать, подумал, ну, посмотрим, как будет, не пойдет, так не пойдет, ничего страшного. Вот, но, как ни странно, был большой успех, и, в общем, меня все одобрили и сказали, можно продолжать. И вот, конечно, времени мало, я мало выучил за это время. Вот, я сейчас где-то 3-4 концерта Моцарта, вот более-менее, вот, больше ничего пока не удается, просто по времени. Вот, мама сейчас что-нибудь успеет больше. Дорогие друзья, у нас в студии был выдающийся виолончелист, органист, пианист Александр Князев. Я благодарю вас, Александр, за увлекательную беседу. Ждем вас в Риге и с виолончелью, и с органными концертами, и с фортепианами. Очень надеемся, что скоро закончится карантин, и мы сможем вас уже услышать вживую. Очень рада была с вами, пообщаться. До новых встреч. Спасибо. Спасибо, Ирина, спасибо огромное. И привет в Риге. Я обожаю этот город. Очень часто там бывал, и на виолончели, конечно, много играл, и очень хотел бы приехать вновь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова